Можем начинать. Если кто-то еще подойдет, то они подойдут. Я вижу, тут наших участников. Иван, Адельбек, очень приятно вас видеть. Мы очень рады вас видеть. Здравствуйте. Окей, спасибо, что присоединились к нам. Добро пожаловать на лекцию на тему прогрессивной современной технологии ведения сельского хозяйства в условиях дефицита водных ресурсов. Наш сегодняшний вебинар проведет доктор Игорь Закс, главный агроном компании Су-План. Пожалуйста, примите во внимание, что эта лекция будет записана. Все записанные наши лекции вы можете увидеть на нашем канале YouTube уже практически на следующий день. Линк к нашему каналу YouTube я вам выслала в чате, если вы увидите с правой стороны. Вы сможете поделиться этой лекцией с друзьями и коллегами. Также эта лекция будет транслироваться в прямом эфире на Facebook, на нашей странице. Если вы хотите задать вопрос во время лекции, пожалуйста, используйте для этого кнопку чат. Кнопка чат находится на панели инструментов в нижней части экрана. Вы знаете, где? Видите, да? Внизу экрана есть кнопка чат. В конце лекции доктора Игоря мы ответим на ваши вопросы. Хорошо? Ни лишних слов я приглашаю доктора Игоря Закса, чтобы начать презентацию. Игорь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня зовут Игорь, фамилия ЗАГС. Я работаю в компании Сапплан. Я вот вижу, что с некоторыми участниками сегодняшней встречи я знаком. И очень даже неплохо. Я хочу начать с того, что наша компания Сапплант, в общем-то, она молодая компания, ей всего 6 лет. И мы работаем в области точного сельского хозяйства. По-английски это называется precision agricultural. Я, честно говоря, не знаю, как точно перевести это, но точное сельское хозяйство. Дело в том, что наша страна маленькая, у нас нет практически свободных водных ресурсов, у нас очень неплодородные земли. И вот в такой ситуации Израиль за последние несколько десятилетий стал, в общем-то, признанным лидером в мире в сельском хозяйстве. Ведь здесь, в Израиле, мы получаем урожаи, которые недоступны для многих-многих стран мира. В том числе и Австралия, в том числе и американцы, в том числе и южные африканцы. Мы занимаемся точным сельским хозяйством, не от хорошей жизни. Я уже сказал, что у нас дефицит воды, и мы должны быть сосредоточены на том, чтобы сохранить наши водные ресурсы. И повысить эффективность сельского хозяйства. Но так просто это не дается, поэтому наша компания, она сосредоточена на внедрении электроники, современной технологии и электроники в сельское хозяйство. Я хочу сейчас начать свою презентацию, поэтому вы какое-то время меня не увидите. Я хочу расшить экран. Видно? Алина? Да, видно. Видно. Окей. Значит, свою лекцию я назвал «Прогрессивное сельское хозяйство в Израиле. Современные методы полива. Принципы обоснования режимов ворошения, поливное оборудование, автоматизации полива». Дело в том, что у нас очень ограниченное время. У меня есть всего час, может быть, немножечко больше. Но я уже 15 лет сотрудничаю с Машавом МАЦ. У меня есть очень много лекций на разные тематики, в том числе и на орошение, в том числе и на удобрение, в том числе и на защиту растений, и автоматизация и так далее. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на том, почему Израиль, вот на чем стоит сельское хозяйство Израиля и почему Израиль считается лидером в мире, в области сельского хозяйства. Ну, прежде всего, это высокий научно-методический... Одну секунду. Высокий... Высокий научно-методический уровень селекции семеноводства и генетики растений. На чем это основано? Ну, в том числе и в том числе. Почему не работает? Новые высокопродуктивные сорта с сокращенным периодом вегетации. Почему с сокращенным периодом вегетации? Потому что климатические условия Израиля таковы, что по многим физхозяйственным культурам, по полевым культурам мы получаем два урожая в год. Например, картофеля, моркови и кукуруза, может быть, даже три урожая в год. Поэтому нам нужны высокопродуктивные сорта, но с сокращенным периодом вегетации. Сорта растений с пониженным водопотреблением, это и понятно. Почему? Потому что у нас нет достаточных водных ресурсов, поэтому мы должны стремиться экономить воду, но не в ущерб продуктивности сельского хозяйства. Устойчивость к болезням. Устойчивость к болезням – это очень важный вопрос, потому что климатические условия Израиля, они таковы, что они очень благоприятны для развития различных болезнетворных бактерий, каких-то там микробов и так далее, которые могут нанести значительный ущерб для урожайности. Поэтому нам нужны сорта, которые устойчивы к болезни. И мы преуспеваем в этом. И далее. Получение экологически чистых продуктов, что позволяет значительно повысить процент экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Европы и мира. Не секрет, что сельскохозяйство Израиля на 90% ориентировано на экспорт продукции в другие страны мира. Несмотря на то, что мы не можем так сильно конкурировать с такими большими государствами, например, как в Европе. Но, тем не менее, наши сельскохозяйственные продукции пользуются большим спросом и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в странах Дальнего Востока, потому что это, как правило, экологически чистые продукты. И если покупатель видит, что это выращено в Израиле, то они с удовольствием покупают, несмотря на то, что продукции наши, в общем-то, рубежом не дешевые. Высокий качественный уровень и большое разнообразие удобрений химикатов против вредителей, сорняков и болезней. Очень важный вопрос. У нас в Израиле есть несколько крупных компаний, которые создают большое разнообразие удобрений химикатов против вредителей. Комарин химикалий. Каждая из этих компаний имеет, наверное, до 300-400 наименований продукции, которые они выпускают и которые используются нашими фермерами. Продукция эта абсолютно доступна, стоит фермерам, если он знает, какой препарат ему нужен, он может поднять телефон, позвонить в компанию, и ему доставят это в самое ближайшее время. Кроме того, у него есть консультанты, которые помогут ему выбрать наиболее подходящее удобрение, химикаты и так далее. Почему не работает? Что это нам дает? Это дает нам возможность использовать малоплодородные земли, включая дюны, практически чистые пески. Дело в том, что я уже сказал вначале, что у нас нет лишних земельных ресурсов, а если даже они и есть, то они очень неплодородные, поэтому нам в любом случае нужно удобрять эту почву. И одновременно мы должны как бы расширяться в продуктивности. Если нет почвы, то мы начинаем осваивать почву, которая малопригодна для сельского хозяйства, но тем не менее мы умудряемся получать на ней приличные результаты и достаточно высокий урожай. Эффективный способ внесения удобрений, химикатов, включая воздушные, самолеты, наземные, механизированные и так далее. То есть у нас есть возможность внесения удобрений различными способами. В основном удобрения подаются на поля вместе с поливной водой через системы полива, вот через капельное орошение или через дождевание. Но тем не менее без удобрений фермеры не работают. И очень широкий спектр этих удобрений позволяет также улучшать продуктивность нашего сельского хозяйства. Применение автоматизированного сельского орошения, включая капельное. Капельное орошение, которое развито в Израиле, ну где-то примерно на 80% своих площадей, это капельное орошение. Есть четыре крупных компании, очень хороших, качественных компаний в Израиле, которые имеют мировое имя, которые производят очень качественную продукцию, капельное орошение. Это на Кафим, на Антан-Джейн, сейчас они называются Пласт-Рагват, которые сейчас уже называются Джон-Дир и Метцер-Пласт, которые находятся здесь в Израиле, четыре наших компаний. Дождевание, фронтальное круговое действие. Дело в том, что на больших площадях использование капельного орошения не столь эффективно экономически, поэтому дождевание, особенно на полевых культурах, имеет очень большое распространение. У нас есть поливные машины, которые действуют как фронтально, так и кругового действия, которые называются пивоты, и они могут обслуживать одновременно большие площади. И если необходимо делать несколько поливов, значит это можно делать достаточно быстро и эффективно. Микро орошение применяется в меньшей мере. Это небольшие, невысокие поливные машинки, которые увлажняют только корневую зону деревьев и не действуют как бы на большие площади. Патроновое дождевание очень распространено, это очень похоже на микродождевание. И есть какой-то небольшой процент внутрипочвы на орошение. То есть специально разработанные трубки-уложнители, которые укладываются в почву, в специально выкопанных таких траншеях на глубину где-то 15-20 сантиметров. Это позволяет сохранять эту систему полива на многие годы. Капельницы, они устроены таким образом, что сорняки и мульчистые фракции мелкие, они не попадают в трубку, их практически не нужно промывать. И дело в том, что у нас очень чистая экология, поэтому у нас очень много всяких животных, которые находятся у нас в садах. Поэтому они, если не хотят пить, так они ищут источники воды. Поэтому внутрипочвное орошение, там где это распространено сильно, внутрипочвное орошение позволяет сохранить систему полива на достаточно длительное количество времени. Ну и использование искусственных материалов, перла, троп, тух и другие неструктурные материалы. Это применяется не в широких масштабах, в основном это научно-исследовательские работы на таких малоструктурных материалах, но производственные отношения они не получают. Ну и гидропоника совсем немножечко, потому что у нас нет воды, и на гидропонике, в принципе, никто не работает. Что очень важно, это развлекленно-эффективная консультативная служба. Дело в том, что при Министерстве сельского хозяйства существует экстеншн сервис, существует консультативная служба, которая обслуживает фермеров нашего сельского хозяйства. Это большая организация, в которой работают высококвалифицированные консультанты в различных видах сельского хозяйства. Есть консультанты по поливам, есть консультанты по удобрениям, есть консультанты по обрезкам, есть консультанты по энтомологии, по защите растений и так далее, и так далее, и так далее. Но в последнее время сокращение бюджетов приводит к тому, что количество наших консультантов в рамках Министерства сельского хозяйства несколько сокращается, поэтому создаются такие частные консалтинговые группы по оказанию агрономической помощи фермерам. Это те же самые высококвалифицированные специалисты, но которые не имеют отношения к сельскому хозяйству, работают частым образом. И если фермер с ними знакомый, он им доверяет, он с ними работал в свое время, в значительное время, то он с удовольствием продолжает работать с ними и сейчас, но уже на, будем говорить, на несколько других финансовых, на несколько другой финансовой основе. В распоряжении этих служб, в распоряжении службы консультативных служб есть широкая сеть метеорологических станций. Это очень важно для сельского хозяйства Израиля, потому что у нас климат достаточно изменчивый, особенно в периоды перехода, допустим, от весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме. И очень важно, чтобы фермер владел информацией о климатическом состоянии своего региона. Поэтому у нас есть очень разветвленная сеть метеорологических станций. В Министерстве сельскохозяйств их где-то насчитывается около 50 на всю территорию Израиля. И информация от этих метеорологических станций абсолютно доступна для всех. Для всех фермеров практически безусловно. Также в распоряжении консультативных служб есть агробиологические почвенные лаборатории, выполняющие все виды анализов, начиная от традиционных, заканчивая анализы на генетическом уровне. И это очень помогает, потому что наши фермеры делают очень много анализов в течение вегетации и в течение всего года. Это анализы и на микроэлементы, это анализы на засоление, это анализы на другие нужды тоже. Ну и абсолютная доступность информации через интернет и другие средства коммуникации. Например, вся информация о метеорологических станциях, она содержится в интернете сайта Министерства сельского хозяйства, куда может зайти любой фермер и выбрать климатические параметры, которые ему нужны в ближайшие от него метеорологические станции. Метеорологическая станция, она дает очень важную информацию, в том числе о температуре воздуха, о влажности воздуха, об освещенности, о скорости ветра, о направлении ветра. И эти станции существуют не для того, чтобы давать такие голые, будем говорить, данные. Эти станции, они выполняют еще и расчеты. Эти расчеты, которые очень важны для фермера, и в основном это расчет, который нужен, это расчет суммарного водопотребления, на котором фермер строит свою стратегию дальнейшего полива. Наша компания занимается выпуском трех видов оборудования. Первый вид оборудования – это метеостанции. Мы не выпускаем эти метеостанции сами, но мы закупаем метеостанции у ведущих фирм в мире. Это Дэвис, это Песель, Кайпос. Это очень хорошие станции, очень надежные, которые дают достаточно точные результаты. И это первая часть нашей деятельности, то есть наблюдение за климатическими составляющими. Так выглядит обычная метеорологическая станция, которая имеет шесть параметров, которые она измеряет. Это, я вам покажу, это вот датчик освещенности, здесь находится датчик температуры и влажности воздуха, это дождемер, это скорость ветра, это направление ветра, и все эти данные, они концентрируются на официальных сайтах, интернет-сайтах, эта информация поступает туда, и если у вас есть допуск до определенной станции, то вы эти данные получаете незамедлительно в виде таблиц или в виде графиков. Если вас не удовлетворяет это, у каждой станции есть возможность сделать экспорты данных в Excel и дальше уже обрабатывать данные более глубоко. В основном, это я уже сказал, это расчеты и вапотрансферации, которые проводятся в два этапа. Это я не буду здесь долго останавливаться, потому что это вещи, которые хорошо известны. И как рассчитывается и вапотрансферация, какие есть модели. Вот карта Израиля, на которую нанесены основные метеорологические станции. Вот видите, сколько их. Они практически равномерно распределены по всей площади и дают очень важную для фермера информацию. Современные способы и методы измерения почвенной влаги. То есть мы сейчас переходим уже к другой области деятельности нашей компании. То есть мы занимаемся оценкой климатических условий и мы также занимаемся измерениями влажности в почве в зависимости от режима рожения, в зависимости от объема воды, в зависимости от климатических условий и так далее. Это очень важно, потому что ни один фермер в Израиле не работает с той или иной системой электроники. Это в том числе и влажность в почве. Практически все фермеры имеют электронное оборудование, которое может измерять влажность в почве. Значит, есть два основных способа измерения влажности в почве. Это тензиометрический способ, способный закон о термодинамике. Это вы наверняка знаете, что это такое. Это трубочка с керамическим зондом, которая заполняется водой и которая измеряет потенциал влаги в почве. Это хорошее оборудование. Но есть фермеры, которые привыкли работать с другим типом оборудования. Это датчики влажности почвы, которые измеряют объемность содержания влаги в почве при помощи сенсоров влагомера. Это схематическая такая картинка тензиометра, как он устроен. Здесь вот керамический зонд, через который проходит вода. Или она выходит из зонда, или при большой потенциале она заходит внутрь тензиометра. Вот так выглядят тензиометры натофима. В основном тензиометры устанавливаются на 3 глубины 20-40-60 см или 30-60-90 см. В зависимости от желания фермера и в зависимости от типа корневой системы. Если это деревья, то, естественно, корневая система глубокая. И фермеру очень интересно знать, а как формируется влажность на глубине, например, 90 см. 30-60-90 см – это не просто так выбрано. Это выбрано с точки зрения того, что 75% корневой системы находятся в первых 70 см, 60-70 см слоя почвы. И для того, чтобы не тратить зря воду, ставятся тензиометры на 90 см и смотрятся, и анализируются, какое количество воды проходит ниже корнеобитаемой зоны, что, в общем-то, нежелательно, потому что это излишние затраты воды. Я должен заметить, что фермер израильский не получает воду просто так. Он за нее платит деньги. У нас платное водопользование, и причем с года в год эта плата за воду, как и на все остальное, к сожалению, растет. И поэтому фермеры, конечно, заинтересованы в том, чтобы сэкономить эту воду, заплатить меньше, но, тем не менее, не допустить ущерба продуктивности своих платаций. Так выглядит график работы нашего тензиометра, который мы тоже выпускаем в нашей компании. Видно, что здесь, например, здесь на этом графике есть 5 дней. Мы видим, что каждый день выполняется 5 поливов. 5 поливов. Можно видеть, какое время выполняется полив, какой интенсивностью выполняется полив. И тут же есть второй тензиометр, который установлен на глубине 40 сантиметров. Видите, он практически не реагирует на полив. Значит, этот полив, он организован таким образом, что вся влага, которая поступает в почву, ее нет лишней. Она вся поступает на водопотребление растения. То есть, здесь практически на 90% вода используется с очень высокой эффективностью. Датчики влажности почвы, которые мы используем, это датчики фирмы Декагон. Это датчики не очень дорогие. Есть фирмы, которые производят датчики значительно дороже. Может быть, они немножечко лучше, может быть, точнее. Но для наших целей вот этот датчик компании Декагон, он очень-очень подходит нам. Это датчик, который основан на принципе электропроводности почвы. Если больше воды, значит, больше электропроводность, меньше воды, меньше электропроводность. Как правило, мы устанавливаем эти датчики на глубинах 20 и 40 сантиметров, потому что копать на глубину 60 сантиметров и тем более 90 сантиметров это очень проблематично. Там лучше ставить энзиометры. Но до 40 сантиметров мы с большим удовольствием используем вот эти датчики. И вот здесь вот с левой стороны вы можете видеть динамику влажности. То есть полив каждый день, то есть во время полива есть подъем влажности, снижение влажности, подъем влажности, опять подъем, снижение, подъем, снижение и так далее. Но эти датчики мы не просто так используем. Мы хотим настроить режим выражения таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить благоприятный влажный режим, с другой стороны не допустить перерасхода влаги. А для этого мы должны знать свойства почв. Обязательно мы должны знать свойства почв. Поэтому наши фермеры, у них у всех есть анализ почв своих, анализ почвенных, которые включают в себя процент содержания песчаных частиц и процент содержания глинистых частиц. Этот анализ выполняет любая наша лаборатория. Этот анализ очень недорогой, порядка, если я не ошибаюсь, порядка 30 шекелей за 30 шекелей, порядка 8 долларов за один анализ. Но зато, если вы получаете эти данные, то есть такая вещь, которая называется почвенный калькулятор. То есть, если вы получили данные с лабораторий и поставили эти данные почвенный калькулятор, то вы получаете все основные параметры почвы. Влажность завидания, наименьшую влагоемкость, тельную плотность, влажность освещения и доступная влажность. Что более всего интересно, что более всего важно для фермера, это вот этот параметр, который называется наименьшая влагоемкость. У нас она называлась в свое время наименьшей полевая влагоемкость. Вот вокруг вот этого параметра и настраивается режим орошения. Таким образом, опять я повторяю, чтобы с одной стороны обеспечить благоприятные влажности режим почвы для растений, с другой стороны не допустить предрасхода воды, потому что все надо платить. Кто пользуется энзиометрами, кто пользуется датчиками влажности, между ними есть очень хорошая и очень тесная корреляция. Так что можно, например, из потенциала перевести во влажность, из во влажности потенциал и посмотреть, сопоставить фактическими данными и увидеть, в каких пределах вы работаете. Все эти данные, они поступают, как правило, на интернет-сайт компании, откуда вы можете их просто-напросто получить в компьютер, находясь в любом месте земного шара. Единственное, что вам нужно найти, какой-нибудь уголок, где есть Wi-Fi, и вы, конечно, сможете получить эти данные в любой точке. Это пример, как мы настроили, например, орошение. До нас фермер поливал один раз в день. Мы ему доказали, что без ущерба для растений, а это клубника на открытом поле, то можно поливать один раз в пять дней, один раз в шесть дней, один раз в семь дней, в зависимости от того, как складывается климатическая ситуация. Видите, здесь мы установили, в зависимости от анализа почвы, мы установили нижний порог, мы установили верхний порог влажности, и между ними мы настроили таким образом полив, что на обоих глубинах вода, она практически не расходуется зря. Может быть, чуть-чуть выше наименьшей полевой влагоемкости, но это только первые часы после полива. Что очень важно здесь в Израиле, это измерение засоленности почвы. Я думаю, что это не только важно для нас, это важно для, например, сельского хозяйства Республик Средней Азии, в Узбекистане, где я проработал в Саниире почти 20 лет, и у нас всегда были проблемы с оценкой засоленности почвы. Что мы делали? Мы делали солевые съемки, бурили, отправляли данные в лабораторию, потом ждали два месяца, потом решали делать промывки или нет, потом наступала зима и так далее. То есть это нормально. Лабораторные анализы, они предусматривают отбор полевых образцов, но затягиваются сроки проведения самого анализа. Сенсоры же дают вам в режиме онлайн данные, какова у вас засоленность почвы. Ну, например, вот такой сенсор Декагон, который мы используем, он ставится в почву, и он дает вам каждый этап 20 минут, 30 минут, один час, и как вы захотите, в зависимости от состояния батарей в сенсорах, частота измерений. Вот, посмотрите, очень интересный график. Вот здесь мы обнаружили, что это болгарский перец в наших теплицах в Орале. Была очень высокая засоленность. Было почти 5 дейти-сименс на метр, что для болгарского перца это очень высоко. Это высокая засоленность. И мы выяснили, что в основном эта засоленность, она приходила вместе с растительной водой. То есть фермер, он как бы неправильно использовал систему удобрений. Удобрения являлись источниками засоления почв. И мы это чувствовали на состоянии самого растения. Листья, они, знаете, вот сворщивались, они желтели и так далее, и так далее. Когда мы поставили датчик, мы увидели, что там действительно есть засоление. И попросили его сделать несколько промывных поливов без удобрений. Это вот этот полив, этот полив и этот полив. И посмотрите, что мы получили с 5 дейти-сименс. У нас буквально до 1 недели засоленность почвы снизилась до пределов, в приемлемых пределах, нормальных пределах, до 2,5-3 дейти-сименс, что в принципе для болгарского перца это приемлемо. И что является сердцевиной, будем говорить так, работы нашей компании, это то, что мы научились получать данные не только с метеорологической станции, не только с почвы, но и с самих растений. То есть у нас есть целый комплекс сенсоров электронных, сенсоров, которые мы устанавливаем непосредственно на растениях и снимаем с них физиологические параметры. А наша задача очень простая, перевести с физиологии растений на язык агрономии и принять решение. Значит, используются датчики, ведрометры с использованием осуществительных электронных сенсоров непрерывного мониторного действия. То есть вы также, как и другие датчики, получаете эти данные через интернет, с частотой, которую вы задали, это может быть 10 минут, это может быть полчаса, это может быть час, но больше часа мы не рекомендуем, потому что могут теряться нюансы поведения в растении. Вот такой датчик, он называется дендрометр, который мы устанавливаем на стволы растений. Стволы растений. Здесь есть вот такой гвоздь, который мы сгоняем в ствол, а на него укрепляется датчик, и вот это является измерительной частью. Дело в том, что ствол дерева в течение суток не остается постоянным. Он контрагирует. В течение дня он, вот здесь вот посмотрите, с левой стороны есть хороший рисунок. В течение дня он сокращается, а после полудня он восстанавливается. И опять сокращается, и опять восстанавливается. То есть работает система ксилемы, работает система водоподачи воды в растениях. То есть, понимаете, система, она как бы работает с одинаковой интенсивностью, а вот испарение очень сильно варьирует в зависимости от времени суток. Ночью практически оно отсутствует, а днем оно очень сильно. И поэтому растение, транспирируя воду, оно берет из внутренних органов, в том числе из ствола, из ксилемы, из флоемы, камбиуми, из стемп. Это надо знать немножечко физиологии растений, чтобы понять, как это работает. То это сейчас неважно. Есть маленькие датчики, меньше тем, которые устанавливаются на полевые культуры. Вот этот датчик установлен на кукурузе. И он работает точно так же. Посмотрите, вот он днем сокращается, ночью восстанавливается, сокращается, восстанавливается. Причем очень интересно. Веленые линии – это полив. Если до полива сокращение дневное было 260 микрон, то после полива это сокращение составило уже 140 микрон. То есть растение, оно было в неком стрессе, который мы сняли в результате вот этого полива. Кроме дендрометров, которые измеряют стебли и стволы, у нас есть очень большой набор датчиков, которые мы устанавливаем непосредственно на плоды. Вот этот датчик очень маленький, который он меряет от 2 до 12 миллиметров. Это датчик от 7 до 45 миллиметров в диаметр. Это датчик, который подходит для всех помидор и яблок, и очень много. Это датчик, который мы ставим на дыне и так далее, и так далее. Есть еще несколько датчиков. Вот этот вот очень красивый датчик стоит на фрукте, который называется макадамия. Макадамия – это очень популярный орешек, который растет в Южной Африке, в Австралии, немножечко здесь, в Израиле. Сейчас мы проводим большие работы с Южной Африкой по макадамии, и они закупили у нас большое количество оборудованных для того, чтобы понять, как лучше поливать эту макадамию, чтобы повысить урожай, прекратить воду, потому что в Южной Африке, вы знаете, у них тоже есть дефицит аросситной воды. Это сорт, который называется дамп. Здесь это авокадо. Здесь в Израиле он выращивается не широко, поэтому мы не очень хорошо его знаем. И австралийцы его не очень хорошо знают. Поэтому они закупили у нас оборудование для того, чтобы более глубоко понять механизм действия этого сорта авокадо. Это вам, наверное, хорошо известно. Это яблочко, которое называется Pink Lady. Это наш израильский сорт гибрид, будем говорить Pink Lady. И мы тоже ставим на них вот эти вот датчики, которые нам дают кривые роста, когда мы можем знать, почему растет быстро, почему растет не быстро. Сейчас очень задают вопрос, а как целая плантация, вы ставите там 2-3 датчика и на основе 2-3 датчиков делаете заключение. Да, мы делаем на основании 3 датчиков заключение по поливу больших плантаций, потому что нас не интересует в основном абсолютный диаметр этого плода. Нас интересует больше всего динамика, динамика роста плода. Почему вчера, например, плод рост со скоростью 5,5 мм, а сегодня 400 микрон, то есть 0,4 мм. Где-то он потерял, может быть, была проблема с орошением, может быть, была проблема с удобрением, может быть, были проблемы климатического характера. То есть такая интегральная система климата, почвы и растений дает нам очень богатую информацию для того, чтобы понять, как это растение должно себя вести и что мы должны для этого делать, как гибко мы должны управлять орошением и удобрением. Вот этот датчик, который стоит в Южной Африке на Макадамии, есть очень два интересных графика. Вот верхний график я нашел в литературе. Это в литературе, я просто поискал, как растет орешек этот Макадамия. А вот нижний график, это два датчика, которые стоят действительно фактически на растении. Причем это данные этого сезона, видите, здесь стоит дата 1 апреля, то есть 1 апреля, где 4 апреля они убрали урожай. Данные очень и очень похожи, они практически одинаковые. И это очень важно. Почему? Потому что ручной замер, он требует от фермера людей, которые должны выехать на поле, у которых должны быть микрометры, у которых должна быть ручка, датчика, чтобы это записать, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень трудоемкая работа. А вот если вы используете электронные сенсоры, то они вам дают практически ту же самую картинку, но без выезда, без выезда на поле. Вы видите, что динамик очень похожий, поэтому сейчас мы рекомендуем фермерам, которые выращивают этот орех Макадамия, используя датчики плода, потому что они работают великолепно. Одну секунду. Я обратил внимание, если кто-то подключается, то задерживается перелистывание картинки. Значит, что очень важно для фермера здесь в Израиле знать, какова степень стресса растения, чтобы вовремя предотвратить этот стресс. Мы используем метод, который называется crop water stress index. И оценки этого стресса. Есть несколько подходов, но более нам нравится подход оценки стресса по температуре листа и листовой поверхности. В том, что любой стресс растений, он все равно, как бы мы ни хотели, он имеет термическое происхождение. То есть, когда растение перегревается, когда температура листовой поверхности становится выше, чем температура воздуха, то это говорит о том, что растение находится в стрессе, и у него подавляются процессы фотосинтеза. Вот в чем проблема. Поэтому нам очень важно знать, каково термическое состояние растения. И что нам может помочь в этом? Датчики температуры листа. Мы используем в основном два датчика температуры листа. Это датчик такой точечный, который укрепляется на листе, но это хорошо, например, для теплицы. Там, где управление климатом имеет очень большое значение. А что делать, если у нас открытое поле, вот как это, открытое поле пшеницы? Как померить температуру листа? Это проблематично, поэтому мы используем другой тип датчика, который основан на другом принципе. Этот датчик называется Leaf Temperature Infrared. Он использует инфракрасное излучение, которое, как мы знаем, в спектре является тепловым. Он устанавливается на небольшую штангу на высоту одного метра под углом 40 градусов и захватывает и измеряет температуру поверхности растений где-то порядка диаметром 0,5 метра, полуметра. Это достаточно, совершенно достаточно, чтобы знать, каково термическое состояние растений в зависимости от того, нужно поливать или не нужно поливать. Стоит в том, что 90% или 95% пшеницы на земном шаре это пшеница не поливная. И только 5% поливная. Конечно, поливная пшеница дает значительно большие результаты, большие урожаи. Но что делать, если такая ситуация сложилась? Поэтому мы рекомендуем переносные такие мобильные растительные системы, которые, вот вы видите, здесь мы увидели, что вот это поле у нас находится, приближается к стрессу. Поэтому мы быстренько развернули здесь систему полива, полили и, в конце концов, сделали дополнительный полив и получили около 20% прибавку к урожайности. Стресс оценивается очень просто. У нас разработана система оценки стресса. И вот вы видите, вот на этом поле вот был полив, а потом несколько полива не было. И вот красные столбики – это стресс. И мы видим, что стресс, он очень сильно вырос за буквально 24-25 дней, и он достиг максимума, достиг единицы. А вот когда мы обратили внимание на то, что растение находится в стрессе, и дали ему большой полив, то стресс мгновенно упал и практически исчез из состояния растения. я не говорю о том, что мы не получили какой-то ущерб, но из-за того, что мы где-то 5-6 дней не поливали. Но тем не менее, я думаю, что вот эти вот поливы, которые мы сделали во время стресса, они значительно-значительно предотвратили возможные более серьезные и более такие существенные ущербы для растений. Как мы получаем данные? Это хорошо. У нас есть датчики, которые находятся в поле. Как мы получаем данные? Что мы с ними делаем? И как мы их используем для того, чтобы настраивать режим орошения? В этом нам помогает наш друг интернет. Сейчас все системы, полевые системы, как правило, они снабжены все модемами. Эти модемы, они отправляют данные в облако. В этом облаке эти данные накапливаются, они там сохраняются, они там обрабатываются. Существуют специальные проблемы, алгоритмы и всевозможные, всевозможные способы сохранения и обработки результатов. И после этого из облачного интернета эти данные могут поступить в варигационный контроллер, который принимает решение на полив. То есть получается так, что мы приближаемся сейчас к автоматизации полива по поведению растений. Есть у нас две опции получения данных и просмотра данных. Первая опция, это вот здесь, это мобильные данные, мобильная опция, когда вы получаете все данные на свой смартфон, и вы можете видеть эти данные. И другая опция, когда вы находитесь дома или в командировке, вы можете открыть компьютер, зайти на сайт интернет, со своим паролем, естественно, со своим именем и просмотреть то, что творится у вас на полях. Израильтяне, вы знаете, они очень много путешествуют по миру, фермеры, но они очень тщательно следят за тем, что у них происходит на полях. И даже на полях. И даже находясь далеко за границей, они всегда находят время, чтобы зайти в интернет, получить данные и просмотреть, каково состояние их подсевов, их деревьев, их потенциального урожая и так далее. Вот принцип доставки данных с поля до компьютера и эвакуационных контроллеров. Я уже в двух словах сказал. Но дело в том, что данные не просто обрабатываются, она обрабатывается специально по разработанным моделям. Модели эти имеют достаточно сложную структуру. И мы видим только результаты этой модели. Например, завтра должен быть полив нормой, там 15 миллиметров или там еще что-то такое. То, что творится там внутри, мы не знаем, это знают только программисты. Я работаю, будем говорить, как фермер, как потребитель этой технологии. И я не знаю, что там творится, но я вижу, что я получаю рекомендации для того, чтобы организовать режим орушения более гибкий. Очень важный аспект сельского хозяйства это автоматизация поливов и внесение удобрений. Я вам должен сказать, что в Израиле нету фермеров, которые поливают вручную, ходят на поле, открывают и закрывают краны. Это время уже прошло давно и во всяком случае последние 10-12 лет я не слышу о том, что у фермера нету ирригационного контроллера, которым он пользуется ежедневно. Поэтому автоматизация рашения и внесение удобрений, автоматизация рашения это очень и очень важный аспект повышения продуктивности и продуктивности работы. Что такое? Если есть автоматизация полива, то должно быть, будем говорить, объект автоматизации. Объект это насосная станция, система фильтрации, проводя закрытую трубчатую сеть, емкости для удобрения, поливая сеть и так далее. Дай Бог, дай Бог, мы переживем эти трудные времена, которые сейчас охватил весь мир. Мы с вами встретимся здесь в Израиле. И вы своими глазами увидите, что значит автоматизация полива и насколько она важна для наших фермеров. Сердцем этой ирригационной системы является ирригационный контроллер. У нас есть несколько великолепных фирм, которые разрабатывают эти ирригационные контроллеры. Мы уже несколько лет работаем с фирмой, которая называется Тальгиль. Кроме этого, есть фирма Галькон, кроме этого, есть фирма САС, есть еще несколько фирм с мировым именем. Что из себя представляет этот контроллер? Это компьютер, который запрограммирован на выполнение огромного количества задач. Огромного количества задач. Это и поливы, это и удобрения, это и выбор времени, это и оптимизация. Это много-много всевозможных опций, которые заложены достаточно умными людьми вот в такие контроллеры. Контроллеры эти, они не существуют сами по себе. Контроллеры, они устанавливаются на поливных машинах, на миксерах, если это лица, или это, может быть, без миксера, какая-то поливная машина. Каждый контроллер снабжен программным обеспечением. Причем программировать поливы вы можете непосредственно как с самого контроллера, так и из дома через аппликацию, которая дает вам возможность изменять параметры полива, уже не находясь в поле. Как правило, есть небольшие метеостанции на этих системах, которые вам позволяют корректировать режим орошения. Есть периферийные части контроллера. Контроллер, он, конечно, мощная машина, но он ограничен в своих возможностях. И если это большие площади, то на периферических участках, на периферийных участках, которые находятся далеко от основного контроллера, устанавливаются маленькие контроллеры, которые называются периферийными частями. Это тот же самый контроллер, только ориентированный, только на данный участок. Ну и в последнее время, последние годы, десятилетия, может быть, автоматизация полива, она не просто знает, в какое время, сколько воды полить, она корректирует режим орошения в зависимости от влажности почвы, датчик которого вы видите на этом рисунке. Такие уровни автоматизации, можно их разделить на три, будем говорить, уровня. Первый уровень, я уже сказал, он практически отпал. Полив осуществляется вручную, путем открывания и закрывания запорной аппаратуры. Есть у нас краны фирмы Барман, они очень надежные, но к ним надо ехать, их надо закрывать, открывать вручную. Этого практически я уже не встречаю в Израиле. Что я встречаю в Израиле, это автоматизация полива, объемы воды, которые заранены, ранее программированы данной программой и изменение режима орошения. Но изменение режима орошения осуществляется вручную. То есть вы можете на самом контроле или через компьютер изменить режим орошения в зависимости от ваших требований. Ну и полная автоматизация полива, чем занимается наша компания, это в системе управления орошением присутствуют сенсоры, о чем мы с вами говорили выше, в основном тензиометры и другие влагоизмеряющие сенсоры, по показаниям которых считается полив по программе. Сейчас у нас уже разработана система, которая позволяет нам регулировать режим орошения в зависимости от поведения самого растения. Вот если вы посмотрите на нижнюю графу, то написано, что автоматизированный полив и принципы настройки орошения на основе информации о состоянии растения по принципу growth-based irrigation. Или поливать по сигналу растений. Растение нам должно сказать, как оно себя чувствует, требует ли оно воды, и если требует, то сколько, и контроллеры обрабатывают эту информацию со всех этих сенсоров и решают на полив. И вот этот пример показывает, каким образом автоматизация полива осуществляется в жизни. Видите, вот эта влажность почвы, а красная линия – это дендрометр, это рост ствола. Вы видите, что орошение, оно не один и тот же интервал. То есть получается так, что есть возможность, например, три дня не поливать, но потом каждый день поливать, и даже дважды в день. Видите вот этот значок, который называется IC? IC – это команда контроллеру на полив, irrigation command. И вот таким образом мы умудряемся автоматизировать полив и делать его более точным, более гибким, более обоснованным и более экономичным. На этом я хочу закончить свою часть, потому что у нас осталось всего три минуты. Я благодарю вас за внимание, я желаю вам всем здоровья, и мы вас приглашаем в Израиль. Я надеюсь, что времена изменятся, они повернутся, они обязаны повернуться к лучшему. Мы вас ждем, с удовольствием мы вас здесь встретим и все вам покажем и расскажем. Мы открыты, у нас нет секретов, мы с удовольствием делимся своим опытом со всеми. Спасибо большое и до новых встреч. Пожалуйста, если есть вопросы, можно будет. Спасибо большое, доктор ЗАГС, за такую интереснейшую презентацию. У нас тут есть вопросы, сейчас будем зачитывать. Татьяна спрашивает. Первый. Есть ли служба экосертификации? Если да, то это частная компания или государственный орган? Какой сертификации? Экосертификации. Экологической. Экологической. Да, конечно, конечно. Но мы этим не занимаемся, и мы этим занимаемся фермеры. Я уже говорил, что 90% продукции, которая выращивается в Израиле, она отправляется на экспорт. А на экспорт, а люди, например, которые получают эту продукцию в Европе или в Америке, они не очень хотят кушать то, что они не знают, как это выращено. Поэтому фермер для того, чтобы свою продукцию отправить за границу, а это и его цель, потому что то, что он отправляет на экспорт, это уже другие деньги и другие доходы, то он должен получить сертификат качества на эту продукцию. А сертификат качества на эту продукцию дает специальная международная организация, которая называется Global Gap. Там собирается специальная папка документов, какие химикаты вы использовали, когда вы использовали, можно ли их или использовать, нельзя ли их использовать и так далее, и так далее. И этот Global Gap, они дают разрешение или не дают разрешение на вывоз продукции этого фермера. Так что мы этим не занимаемся, но я очень много лет работал в крупной компании, которая называется Prior Meagrin. Они свою продукцию отправляют на границу. Я им помогал заполнять документы для того, чтобы можно было их представить в эту организацию Global Gap и получить сертификат качества. Спасибо. Предоставляются ли фермерам агропрогнозы? Кто их готовит? Какие? По каким параметрам и культурам? И используют ли какую-то специальную программу для этого? Обязательно. Я вам говорил, что весь Израиль покрыт сетью метеорологических станций. И вот одной из функций этих метеорологических станций выдать прогнозы на ближайшие несколько дней. Такая служба есть, и она существует, и постоянно она, будем говорить, уточняется. Потому что прогноз – это прогноз, заблаговременность прогнозов, она тоже меняется в зависимости от методики. Например, мы для своих прогнозов используем два источника, откуда мы получаем информацию. Это прежде всего сайт, интернет-сайт, который называется EquiWeather, и вторая – это DarkSide, DarkSky. Вот эти два сайта, откуда можно получить практически бесплатную информацию. У нас обработана, и в нашей компании обработана система прогнозов, и мы эти прогнозы выдаем фермерам. Более того, мы на основе этих прогнозов сами разрабатываем режимы орошения на ближайшее время. Вот если, например, вы помните, в мае месяце, с 16 по 23 число, по 21 число, был жуткий хамсин, у нас называется это хамсин. Это очень высокая температура, она у нас поднималась почти до 46 градусов, было очень сухо. И наша компания, она осуществляла практически несколько раз в день прогноз и предоставляла его для фермеров, потому что фермер должен был, обязан был знать, что он должен делать в таких условиях. Да, такая служба у нас есть, служба прогнозов. Спасибо большое. Бахтия спрашивает, я надеюсь, что я правильно поняла вопрос, какую площадь обслуживания охватывает ваш сенсор? И как вы можете кратко объяснить, что такое режим орошения? Есть ли у вас режим орошения хлопчатника по методу капельного орошения? Вопрос хороший, вопрос понятен. Начнем с того, что такое режим орошения. Режим орошения – это время и количество подачи воды на поле. У нас в Израиле сейчас где-то около 140 тысяч дунам, или 14 тысяч гектаров, не так много. Хлопчатник одного очень хорошего сорта, который называется аккабель, и он выращивается в основном на капельном орошении. Так вот, режим орошения – это сроки и нормы подачи воды. Если, например, в Узбекистане за всю период вегетации в боборостковом поливу сделали 4, максимум 5 поливов, то хлопчатник в Израиле под средством капельного орошения поливается от 20 до 30 раз. Понимаете, да? Это получается где-то 2 раза в неделю или 3 раза в неделю в зависимости от состояния влаги почвы, в зависимости от состояния растений, в зависимости от климатических условий и так далее. То есть режим орошения – это сроки и нормы подачи воды на поле. Если я правильно вас понял, это мой ответ. Может быть, вы хотите что-то поподробнее? Сейчас у нас есть еще несколько вопросов. И если что-то, можем предоставить потом опцию спросить. Также Бахтияр спрашивает. Перед применением какого-то прибора делается короляция? На сколько процентов правильно работают приборы? Тензиометр, сенсор и так далее. На сколько процентов допускается применение приборов на производстве? То, что мы выпускаем сами, мы проверяем это. У нас есть специальные стенды. Мы оцениваем точность нашего оборудования. То, что мы покупаем на стороне, то мы в основном надеемся на фирмы, с которыми мы работаем. Эти фирмы, они достаточно известные, они признаны во всем мире. Например, фирма Дэвис из Калифорнии, она не требует вообще никаких характеристик, потому что все очень хорошо ее знают. Но она немножечко дорогая, поэтому мы работаем с европейскими станциями, фирмами, которые имеют не хуже оборудование. Они нам дают гарантию, что все параметры, которые измеряются этим оборудованием, оно точное. Я забыл, вот предыдущий вопрос, очень хороший вопрос был, на какую площадь можно ставить сенсора, чтобы получить информацию. Очень хороший вопрос, всегда мне задают. Ведь площади небольшие, а как можно на основании одного дерева решать, как поливать, например, 40 гектаров или 50 гектаров? Это очень хороший вопрос. Я вам могу ответить так. Мы выбираем дерево или выбираем растение, или выбираем что-то такое, которое в основном представляет собой большую часть поля. Дело в том, что в Израиле нет такого, что одно растение почти мертвое, а одно растение очень хорошее. Почти такого нет. У нас однородные поля и практически с одним и тем же состоянием растений. Но этого еще недостаточно. Я, например, если я устанавливаю что-то на полях, я не решаю сам, как один, на какое растение поставить датчики. Со мной есть сам фермер, со мной есть его консультант. И мы вместе решаем, на какое растение поставить эти датчики. В принципе, на одна позиция с датчиками, которая имеет датчик ствола растения, датчик плода и два датчика влажности почвы, мы устанавливаем где-то от 40 до 50 дунам. То есть 4-5 гектар на одну позицию сенсоров. Конечно, там накладываются еще свои условия. Должен быть один и тот же... Должна быть изотропность почвы. Почва должна быть приблизительно одинаковой. Сорта должны быть такие же. Источник орошения должен быть такой же. В общем, есть тонкости, которые надо учитывать при выборе места установки датчиков. Спасибо большое. Следующий вопрос. Нона спрашивает, если я правильно понимаю, сенсоры выдают информацию в ММ? ММ это миллилитры или миллиметры? Или эти данные надо переводить? Нет, ну у нас дигитальные датчики, которые уже нам дают единицы измерения, к которым мы привыкли. Например, датчики плода измеряют миллиметры. А датчики стволов или датчики стебля измеряют микроны. Но всегда есть возможность перевести микрон в миллиметр или миллиметр в микроны. То, что касается воды, в основном мы пользуемся понятием миллиметр. Миллиметр это 10 миллиметров, это миллиметр, это метр на тонну, один миллиметр, один миллиметр это 10 кубов на гектар. Если мы должны, допустим, станция нам показывает, что надо 5 миллиметров, то, что это говорит о том, что мы на поле должны подать 50 кубов на гектар. Окей, и значит, какие агрометеорологические прогнозы предоставляются? Доктор Закс уже ответил в прошлом вопросе. В основном это температура, температура и скорость ветра. Температура и скорость ветра. Дело в том, что в экстремальный период времени, такие как волны жары, большое значение имеет не только температура, но огромное значение имеет еще скорость ветра. То, что ветер, он участвует в расчете суммарного потребления и очень серьезно его корректируют. Спасибо. Предпоследний вопрос на сегодня. Чем отличается обычный метеорологический прогноз от прогноза, приготовленного для фермеров? Хороший вопрос, хороший. Дело в том, что, что значит обычный метеорологический прогноз? Это какой-то прогноз для какого-то крупного региона. Да? Крупного региона, который может занимать там миллионы гектаров. Область. Район. А то, что наши прогнозы метеорологических станций, они привязаны определенной точной, к определенной точке. То есть вы всегда можете найти ближайшую к вам метеорологическую станцию и с нее снять прогнозные данные, которые будут более обоснованные, более точные, чем что-то такое, будем говорить так, глобальное. как Эки Уэбер, например. Эки Уэбер, они дают прогноз на север Израиля. Что такое север Израиля? Это порядка тысячи фермеров. И они находятся в разных климатических зонах. Если на Кенерате, который имеет отметку минус 300 метров, и голландские высоты, которые имеют отметку плюс 500 метров, естественно, что климатические условия будут совершенно разные. Поэтому конкретная метеорологическая станция дает прогнозы фермеру, который находится непосредственно в близости. Какой вегетационный период хлопчатника? Вы в своем докладе сказали, что селекционеры работают по сокращению вегетации. Да. В зависимости от климатических условий посев хлопчатника производится в 25 числах марта до 7-8 числа апреля. В зависимости от дождей или в зависимости от еще чего-нибудь. То есть в среднем где-то 1 апреля. Поливной сезон хлопчатника начинается с 25 мая. В среднем и уборка урожая также зависит от того, как будет складываться вся вегетационная обстановка приблизительно где-то в первых числах века. То есть вегетационный период от сева до уборки занимает апрель, май, июль, июль, август, сентябрь, полгода, а прогнозы по возможности это то, что хлопчатник мы получаем один раз в год. Мы его сеем в марте, в апреле и получаем в октябре. Но у нас есть полевые культуры другие, например, зерновые или картофель или морковь или капуста или там еще что-то, где мы и кукуруза, где мы можем получать от двух и более урожай. Поэтому там нам действительно интересно сокращать лепитативный период и сокращать поливную воду, чтобы можно было дальше идти на следующую волну, будем говорить, на следующий этап выращивания урожая. У нас климат очень благоприятный, у нас нет минусовых температур, практически там минус 10 или 15, это не бывает такого. Поэтому, например, если по картофелю, то летний урожай составляет где-то 50 тонн на гектар, дни урожая составляет где-то порядка 40-45 тонн на гектар, то есть получается в год мы получаем картофель где-то 100 тонн с гектаром. Мы еще такое видим. А прогнозы по возможным вредителям и болезням, например, тоже можно получить фермерам? Обязательно. Обязательно. Работает целая энтомологическая служба, которая на основе прогнозов предупреждает фермеров о возможных заболеваниях заранее. Созданы модели, специальные модели развития тех или иных вредителей, которые развиваются по своим как бы законам. Точно как вирус, как коронавирус, по своим законам. Это должны быть определенные условия. И вот эти прогнозы, они эти условия устанавливают. Причем есть несколько компаний, которые занимаются только для защиты растений. Эта команда, если вы можете зайти в интернет, посмотрите, это компания, которая называется Агритас. Они разрабатывают очень мощные модели прогноза, на основании прогноза, как могут себя вести и развиваться вредители, если их заранее не задавить, не применить какие-то химикаты. Это серьезнейшая проблема и очень много, и Министер Сельскохозяйства уделяет огромное значение этой проблеме. Спасибо большое. И последний вопрос на сегодня, и это личный привет доктору ЗАГСу от Касымбетовой Салтаната Абдулаевной, которая работала с вами вместе в Сан-Ири. Она очень рада вас видеть. Абдул Петка, ты помнишь ее? Спасибо большое. И вот у нее два вопроса. Два вопроса. Прибор, который определяет почвогрунтов, показывает общее количество солей, плотный остаток. Вопрос первый. Можно ли определить состав солей с помощью этого прибора? И вопрос второй. Примерная стоимость этого прибора. Ну, я вам могу сказать, что, во-первых, мы не плотный остаток определяем, мы определяем электропроводность почвы. Это разные немножечко лечить. Есть корреляции между одним и другим. Но мы определяем, датчик определяет электропроводность почвы, которая измеряется в Дети Сименс на метро. Этот датчик определяет общую электропроводность, но она не определяет качественный состав солей. Сколько там хлора, сколько там натрия. Это надо делать специальные анализы. У нас есть ионоселективные методы, которые можно применять для определения отдельных ионов. Токсичных ионов, например, таких как натрий или хлор. Ну, во-первых, они очень дорогие и вряд ли они приходны для такого масс-продакшина, для такого широкого применения. В основном лабораторный анализ. В основном лабораторный. Спасибо большое, огромное, доктору Заксу. Пару слов от меня. Вопрос, который тут спрашивали несколько раз, это можно ли получить эту презентацию на мейл. Значит, эта лекция, она записана, она завтра уже будет на нашем канале YouTube. И поэтому эта лекция будет у вас в свободном доступе. Вы можете ее пересмотреть, вы можете поделиться своими коллегами. Линк на наш канал YouTube я вам написала наверху в чате. Если будут еще какие-то вопросы, вы можете обращаться к нам напрямую, и мы вам с удовольствием ответим. И второй вопрос. Бахтиар, нет, не Бахтиар, Абдирашид спрашивает. Как приобрести эти сенсорные технологии? Доставляете ли вы их сами в Казахстан? Я думаю, что мы просто свяжем вас напрямую с доктором Заксом. Мы дадим карточку, дадим его данные, если он разрешит, его мейл. И вы просто напрямую с ним свяжетесь и уточните эти вопросы, если это подходит обеим сторонам. Ну, я хочу со своей стороны сказать, что в Казахстане у нас есть свой представитель. Это представитель фирмы Айк, которые работают также и в Казахстане, не только в Украине и России. Еще и в Казахстане. Ну и кроме этого, у нас еще есть частные люди, частные, будем говорить так, наши сотрудники, которые, с которыми можно наладить связь. Если вы вышлете мне свои координаты, я вам вышлю координаты этих людей. Мы просто перешлем. Мы перешлем. Да, у нас есть все данные. Кто просил, еще раз линк на YouTube, пожалуйста, я посылаю всем еще раз линк на наш канал в YouTube, и завтра уже там будет эта лекция. Спасибо большое всем. Спасибо в первую очередь еще раз. Последнее слово хотел бы я сказать. Я хочу еще раз поблагодарить вас всех за внимание. Я прошу прощения за некоторую сумбурность моего доклада, потому что такие лекции, они рассчитаны, конечно, на значительно больше времени. Но я надеюсь, очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся и не раз. Спасибо большое, что присоединились к нам, и до встречи. Завтра вы можете увидеть эту лекцию у нас на канале. Счастливо. Счастливо.